Всем привет, с вами Брателло, и сегодня я поставил 40 тысяч рублей на матч Даллас-Эдмонтон. Смотри это видео до конца, поделюсь своей ставочкой, и, конечно же, мы с вами по поводу этого матча. Прежде чем начнем, давайте поддержим меня. Каждый день практически выходит контент, когда есть матчи, поэтому жду от вас обратную связь в виде лайков. Давайте соберем их 200. Также пишите обязательно комментарии, подписывайтесь на YouTube. В общем, вчера было два видоса на InHale на чемпионат мира, и когда я разбирал InHale, я обещал, что в своем бесплатном телеграм-канале, по ссылочке ниже, кто новенький, я поделюсь этой ставочкой, и я это сделал. Флорида меньше 2,5 за коэффициент 1,95. Ставочка очень хорошо заходит, и платничками сверху мы заходили на победу в матче New York Rangers, с учетом там уэртайма, ну и буллитов, это так в моей БК называется, а так это просто победа в матче. Тоже хорошо заходим, не без доли везения, но, как говорится, везет тем, кто везет. Ну и Rangers на самом деле заслужили эту победу, ну и я считаю, что серия должна длиться как можно дольше. Команды максимально практически, ну не то, что практически, а равны, и приятно наблюдать такой хоккей. Также не забывайте подписываться на лайк-канал, вчера у меня была пауза, потому что чемпионата мира не было. И сегодня у нас полуфинал, я думаю, видос как раз выйдет, можете переходить по ссылочке ниже, подписываться, и мы уже будем там отрабатывать, делюсь своими ставочками, тоже все совершенно бесплатно, по ссылочке ниже подписывайтесь. Хотел я сегодня снять видос на улице, поехал в парк, и у нас что-то в Питере резко испортилась погода, не знаю, дождь пойдет скорее всего, поэтому записал с машины, но тоже немножко смены обстановки, думаю, будет приятно посмотреть, а то постоянно дома тоже уже практически лето у нас в Санкт-Петербурге, поэтому нужно немножко разбавлять контент. Ну и погнали разбирать, сегодня не будет затягивать максимально коротко. Даллас-Эдмонтон, в общем, первый матч Эдмонтон выиграл в овертайме, тоже не без доли везения, но, блин, в Энхилл, конечно, нельзя назвать это везением, все-таки команды играют абсолютно равные, да, мы видим, что в Рейнджерс-Флориде постоянно там равная игра овертаймы, также в Далласе с Эдмонтоном то же самое, поэтому ждем, ждем интересный хоккей, и я так думаю, что что можно ждать от этого матча. В принципе, Даллас и Эдмонтон, ну, практически показывают одинаковый хоккей, то есть, да, Даллас более, наверное, надежен в защите, если так взять, но тоже любит атаковать, любит играть в зоне атаки, навязывать там свой хоккей, чтобы контролировать шайбу, играть с бросками, контролировать ее, ну, то есть, все, вот это уже современный хоккей, что я говорил на чемпионате мира, что вся пятерка двигается, вся пятерка играет в атаке, вся пятерка играет в обороне, это вот современный хоккей, и все вот команды, которые остались, пропагандируют именно такой стиль. По поводу Эдмонтона, да, наверное, он больше сосредоточен на атаке, у них, конечно, чуть похуже в обороне и с вратарем, но при этом, как бы, мы видим то, что они это компенсируют за счет времени, проведенным в зоне соперника, и это у них хорошо получается. Что я жду? На самом деле, в полуфиналах, ну, очень-очень редко бывает, что там команда какая-то 4-0, 4-1 выносит, и я здесь жду длинные, хорошие серии, где будут там выявляться не то, что там в четырех матчах, я думаю, в шести, в семи матчах это будет максимально интересно. По поводу Далласа, была у них шикарная возможность закрыть первый матч в овертайм, Макдэвид, еще Макдэвид удаляется на 4 минуты за высокоподнятую клюшку, но, к сожалению, не удалось реализовать. Вроде бы такой важный момент, и выходят там, да, лидеры с огромным багажом опыта, которые уже много что повидали, но, к сожалению, да, не получилось у них реализовать, и вот как в хоккей бывает, не забиваешь ты, забивают тебе, Макдэвид выходит, Макдэвид решает и приносит первую победу в этой серии Эдмонтону. Не знаю, что сказать, на самом деле, это, да, такое несчастье, наверное, было для Далласа, тем более дома, при домашних трибунах, при поддержке, но я уже много раз говорил, что не влияет вообще абсолютно на Венхейл, особенно вот эти вот домашние арены, либо ты в гостях, там уже ребята живут, это там канадцы, американцы живут это всю жизнь, это мечтой Кубка Стэнли, и они будут выкладываться в каждом матче на 300%, и это мы видим. Поэтому я здесь жду, на самом деле, того, что Даллас побежит с первых минут, побегут они 100% топтать, будут пытаться сразу же навязать свой хоккей, где-нибудь постараются забить 2-3 шайбы, ну, это, конечно, тяжело так спрогнозировать именно на тоталы, поэтому я на них не советую заходить, потому что могут сыграть на ТМ, могут закрыто сыграть на результат, могут просто, я не знаю, там, Даллас начнет забивать, или, наоборот, пропускать, им уже ничего не будет оставаться делать, как бежать вперед и стараться там находить моменты, поэтому, возможно, игра пойдет вообще в открытую, поэтому не советую никуда заходить там на тоталы, это такая опасная тема, это все невозможно никак даже предсказать, поэтому не советую. В общем, я здесь захожу на победу в матче Далласа за коэффициент 1.70, ставлю 40 тысяч рублей, и считаю, что они должны забирать эту победу, потому что играют дома, будут максимально заряжены, уберут вот эти вот минимальные ошибки, которые они допускали, я думаю, сыграют еще более дисциплинированно, Даллас это умеет, у них тоже огромный опыт, и игры уже даже в плов, можно сказать, в прошлом году нормально поиграли, и Эдмонтону все-таки, так скажем, будет тяжеловато, потому что много-много сил отдали, особенно первые звенья, да, играли как лидеры, и на них держится, в принципе, вся игра, поэтому я жду здесь хорошую, уверенную победу, и выстрахуюсь, никакие не основное, тоже победу в матче, мало ли, какой-нибудь овертайм, мало ли что еще, потому что команды абсолютно равны. Всем спасибо за просмотр, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на мои телеги, на лайв обязательно подписывайтесь, сегодня будем там на чемпионате мира отрабатывать, также на основную телегу, там я не знаю, куда еще зайдем, либо на чемпионат мира, либо на НХЛ, и, конечно же, на YouTube. В общем, всех обнял, с вами был Брателло, на связи. Субтитры сделал DimaTorzok